Эта игра объединила поколения. Так говорят про очередной интеллектуальный турнир его участники – сотрудники Балаковского филиала АО «Апатит», которому в этом году исполняется 50 лет. Силу ума и командного духа они по традиции проверяли в канун Дня Химика. Присоединились к ним ветераны производства. Многие участники турнира – опытные игроки. Но не обошлось и без новичков. Для всех – на путстве от директора предприятия Андрея Шибнева. Не надо забывать, что наши организаторы наверняка что-то хитрое придумали. Что здесь не просто надо обладать какими-то знаниями в какой-то области, но, наверное, иногда придется включить и смекалку, сообразительность, найти ту хитрость, которую они заложили в вопросы, что я вам всем желаю. Ведущий Евгений Быстров подтвердил догадку Андрея Шибнева. Задания действительно были непростые. Здесь и кино, и музыка, и исторические факты. Специальным подарком для играющих стал химический тур, где в каждом вопросе так или иначе появлялась таблица Менделеева. В ответе слова обратите внимание с одинаковыми гласными. Он был открыт в 1802 году. Однако в чистом виде выделить его не удалось, и ученые изрядно намучились. Из-за трудностей получения этот элемент был назван по имени героя древнегреческой мифологии. Назовите этот элемент. На раздумья 30 секунд, но чаще всего командам хватало и меньшего времени. Все-таки химия для работников Балаковского филиала. А у «Апатит» это не просто предмет в школе или институте, а профессия. Химически мы больше задумывались, потому что все-таки больше ответственность. Как вдруг неправильно напишут. И в песнях мы обычно немножко плаваем. Даже знали, что цой, но не знали, что алюминиевые огурцы. Семь туров прилетели на одном дыхании. Команды даже на перерыв не хотели уходить. Настолько их увлек темп игры. Но организаторам надо было время, чтобы подсчитать баллы и выявить победителя. Лучшей стала команда, которая уже не первый год проявляет себя на заводских интеллектуальных турнирах, а также блистает знаниями на городском уровне. Команда, которая у нас была, наверное, фаворитом номер один, оправдала свой статус, выиграла с отрыва. Можно сказать, золотая спорная предприятие. Команда «Карманы» Вассерман. После игры команда делилась своими впечатлениями. Эмоции у всех участников самые положительные. Часто входили в призовую тройку, но все равно азарт остается, адреналин не отпускает до последнего тура. Когда играешь в команде с друзьями, с отличными людьми, с хорошим настроением, любые решения принимаются в лед и только в позитиве. Отличное мероприятие, которое знакомит людей, которое потом хорошо взаимодействует уже внутри работы, внутри производства. Ребята вообще открываются для себя с другой стороны, ни один человек отсюда не уходит в плохом настроении. Ну а тот, кто хорошо отдыхает, потом и трудится отлично. И очень часто участники одной команды после таких мероприятий становятся друзьями. Спасибо заводскому профсоюзу, который с помощью таких игр делает коллектив более сплоченным.